Даже буквально вчера нами найдены были в ходе этого поискового сезона, начался он у нас 1 сентября, были найдены останки двух бойцов. Один на прошлой неделе, один на этой неделе. И тоже глубина залегания минимальная. То есть вот последний боец, который был найден, к сожалению, безымянный. При нем не было ничего, никаких вещей, которые помогли бы установить его имя. Была установлена принадлежность, он принадлежал Красной Армии, к советским солдатам, благодаря пуговицам, которые были у него. Но он находился на глубине 10 сантиметров. И останки очень сильно повреждены и разрушены плугом. То есть каждый год его плуг в течение 70-80 лет растаскивал по полю. И мы считаем, что наш долг перед этими людьми состоит в том, чтобы не просто на 9 мая прийти и выложить цветочки, сделать грустное лицо и сказать, вот как хорошо, что они отдали за нас свою жизнь. Но и вот таким вот образом найти их и захоронить согласно всем воинским почестям. Их находим и, соответственно, оповещаем агентство военной памяти, которое находится в Кишиневе. И они уже принимают решение о том, где эти останки будут захоронены. Логично, чтобы они были захоронены в этом же селе рядом со своими боевыми товарищами, с которыми они вместе шли в бой, которые там же погибли. И так произошло в прошлом году. То есть, несмотря на пандемию, удалось организовать это мероприятие совместно с консилиумом, совместно с районом, совместно с примарией села Плопштюбей, которая дала разрешение на расширение вот этой братской могилы. И они вот 37 воинов упокоились на мемориале «Скорбящая мать» в центре села Плопштюбей возле примарии, которая находится. Прошлый год, если так вкратце по итогам, то это 35 найденных бойцов, еще двоих нам передала примария села Плопштюбей, и они были захоронены в прошлом году у мемориала в селе Плопштюбей. Что касается взрывоопасных предметов, к сожалению, их осталось очень много в наших полях, и они до сих пор представляют угрозу. Поэтому в ходе своих вот этих поисковых работ мы сталкиваемся с тем, что находим какие предметы, и согласно внутреннему регламенту, согласно законодательству Республики Молдова, мы тут же оповещаем соответствующие структуры, делаем звонок на 112, приезжают все службы, очень оперативно, очень профессионально ребята работают, саперы. Глубина залегания иногда очень небольшая, это может быть и последние, вот мы нашли неделю, уже две, наверное, недели назад, это было 20-30 сантиметров. Когда хозяин поля подошел к раскопу, мы его специально позвали, показали, он был в шоке, потому что он говорит, я таким большим плугом каждый год обрабатываю это поле, как я их не зацепил. Скорее всего цеплял, но вот везло, везло то, что не произошло несчастья, и это очень хорошо. В прошлом году мы за весь год обращались около трех раз с такими вот звонками, и было всего около 300 взрывоопасных предметов сдано, а в этом году первый же выезд принес вот такой вот смертоносный урожай, когда мы не понимали изначально масштабы, то есть мы предполагали, что их много, но что настолько много мы не предполагали, почти около 190-180 точно число знают саперы, потому что они непосредственно работают, извлекают, оказалось в этих местах. Это были и мины от миномета, это были и снаряды, это были гранаты, которые в принципе представляют опасность, несмотря на то, что прошло уже более 70-80 лет, они до сих пор опасны. Спасибо.